Борис Дмитриевич Ларькин в сопровождении супруги идет мимо родных цехов. Он провел здесь буквально всю свою жизнь. В 1942 году, когда рабочих рук отчаянно не хватало, пришел на станкостроительный 15-летним подростком. Работал наладчиком. За ним числилось больше десятка станков, которые требовалось содержать в исправности. Давалось нелегко. В первые месяцы даже крыши не было над головой, не говоря об остальных удобствах. Спали там в ящиках и в верстаках. Не выходили с завода. Но, как тогда говорили, все для фронта, все для победы. По оценкам историков войны, каждый второй патрон, попавший на фронт, был произведен здесь, в Барнауле. Четвертый цех, где работал Борис Дмитриевич, выпускал, к примеру, бронебойные патроны для противотанковых ружей. Супруга Бориса Дмитриевича о тяготах военных тыловых лет тоже знает не понаслышке. Она в это время работала в колхозе. Говорит, узнали и холод, и голод. Им давали там кусочек какой-то там, я вот теперь уже не помню, то ли 500 грамм, что ли, на день. Только это на день по кусочку делили и ели в войну. Это очень. Но об нас тоже говорить нечего, об этих колхозниках. Мы тоже голодали и ели лебеду. Говорят, далеко не сразу после войны их работников тыла стали ставить наравне с ветеранами-фронтовиками. Лишь с годами у следующих поколений пришло понимание, что и без тех, кто днями и ночами работал у станков и в полях, не было бы общей большой победы. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.